Вечер добрый. Вы слушаете своё радио. Ну и, собственно, как обычно, понедельник, пятница через тире пишется с 8 до 10. В этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседу-беседуем, ну и музыку они нам свою дарят. Причём дарят от всего сердца, от всей души. Я рассчитываю на то, что и вы примете этот подарок сегодня с радостью, великодушно. Познакомимся с коллективом чуть позже. Традиция у нас есть, и на давнишнее. Сначала первая песня, в некотором смысле музыкальная заявка. Вы поймёте, что эти два часа сегодня здесь будет происходить. Ну, а дальше, само собой, начнём беседы-беседовать. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали. Так, и что у нас? Что у нас происходит? Кто мне объяснит? Почему тишина? Почему стоим? Поехали. Мне было немного мальчических лет, и мама водила меня на балет. Мечтала, что стану танцором большом, чтоб видели все меня на гишон. Мы snacking, что для нас все made of money. Маминых мыслей мой папа забил, он что-то кричал про каких-то бед. Одни через пять, потрезвев, наконец, электрогитару купил мне отец. Спасибо, папа, папа, Майор Генштаба, Недорог мой совет. Спасибо, папа, папа, Источный граба, Что нет, а у панет. Спасибо, папа, папа, Майор Генштаба, Недорог мой совет. Спасибо, папа, папа, Источный граба, Что нет, а у панет. С гитары ложусь я, С гитары встаю, С гитары я песенку эту пою. Ни дня без гитары, Теперь мой девиз. Она моя бейба, Она мой каприз. Спасибо, папа, папа, Майор Генштаба, Недорог мой совет. Спасибо, папа, папа, Источный граба, Что нет, а у панет. Спасибо, папа, папа, Спасибо, папа, папа, спасибо, 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 папа, папа, спасибо, папа, спасибо, папа, спасибо, папа, папа, спасибо Могу сказать сразу, народ, который слушает эфир прямо с самого начала, стал подкидываться и кричать буквально, вот-вот-вот, два часа я с вами, этим все сказано. Мне кажется, что это совершенно очевидно. Что ты встал-то у того микрофона? Говорить ты будешь в другой. Тебя не предупреждали об этом? Нет? Некому было сказать тебе о том, что ты в другой микрофон говоришь. Интересно, почему? Говорим мы вот в эти микрофоны, братцы, где лампочки горят, а поем уже в вокальный. Здорово. Добрый вечер. Подними их себе повыше, пожалуйста, поудобнее будет. Это Артём Ивашов, солист и гитарист коллектива под названием «Удивительно Ивашов». Не знаю, как так получилось даже. Здравствуйте, Семён, здравствуйте, Юля. Чё ж непонятно. Серёжа, поздоровайся. Вот тоже сидит Серёжа. Сергей, здравствуйте. Вот с Лизой можно поздороваться. Лиза, здравствуйте. Вот Рома здесь. Всем здравствуйте, Роман. Очень рады, что пригласили. Я могу перечислить аудиторию, но их много, поэтому с ними мы лично можем поздороваться одной фразой какой-то. Ивашов, так называется коллектив, который сегодня здесь. Начали, ребята, сразу со своего главного хита, как я понимаю. Спасибо, папа. Или уже другая песня стала главным хитом? Ещё «Блюзовый кот» есть интересная песня, которую мы собираем. Хорошо, спасибо. Две песни интересных у коллектива уже есть. Да. Скромно. Быть может. Давай дальше знакомиться с ребятами. Кирилл Есилев, правильно я называю? Если можно, к микрофону хотя бы раз за эфир подойти нужно, поздороваться, чтобы слышали люди, что здесь живые, настоящие. Так что ты снимаешь? Иди как есть. Иди, не бойся. Сейчас начинаешь снимать наушники, гитару, майку сейчас. Всем привет. Всё, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Захочешь подойти к микрофону, делай это сам, пожалуйста. Хорошо. У вас гитара Илья Афанасьев. Всем добрый вечер. Сыграй, сыграть. Молодец, молодец. Сейчас замучено, поэтому не получится. Ну и единственный человек из коллектива, у кого собственный эфирный микрофон, это Артём Волков, барабанщик. Здравствуйте. Вот, всё случилось, всё сложилось. Четыре человека, это и есть команда «Ивашов». Я надеюсь, что сегодня у вас появятся публики поболее, чем есть. Я знаю, что у вас достаточное количество преданных поклонников. Ну, я знаю просто, потому что рассказывали, говорили, что вот у этой группы удивительно вроде бы как группа молодая, ну, относительно, сравнивая, если с какими-то другими. А поклонники такие достаточно цепкие. Три года. Да, ну, три года, это совсем молодая группа, правда, по нынешним-то меркам. Но поклонники цепкие, на концерты ходят время от времени, правильно? Поддерживают. Так точно. Как вы этого добились, мы об этом поговорим чуть позже. Мне просто интересно, как молодому коллективу сразу завоевать любовь публики. Расскажу, как с нами связываться, это важно. Мало ли, вдруг вы что-то захотите сказать, какие-то, может быть, мысли высказать, эмоции, вопросы задать. 46-47, это короткий номер для смс-квашек, сначала пишите свои, про пробельчик делаете, а потом уже все, что на душе лежит. Официальное сообщество своего радио ВКонтакте, так и называется, свое радио официальное сообщество, там анонс давно уже выложен. Здесь, собственно говоря, Артем чешет репу в шапочке с бородой. Ну, по крайней мере, на этой фотографии борода в цвет шапочки. Сбрил. Сбрил, да? Росы бородом. Так я вижу, я вижу, я к тому, что здесь и татушка на руке почему-то такого же цвета, как и волосы. Покажи мне, пожалуйста, точно, точно, точно рыжая. И гитара на фотографии с рыжим ремнем, а здесь красноватый такой. Ну, в общем, в принципе, почти не отличаешься от своей собственной фотографии. Ну, вот, 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 фотография для анонса, которая была. Вот под этой самой фотографией уже можно отписываться, там уже много чего написали. Почитаем потом попозже, но тут, ой, 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 хочу диск, уже народ пишет, ой, хочу диск. Да, ну, будем об этом тоже говорить, само собой. Чат работает на сайте своего радио, своего радио.фм, там вы его увидите сразу. Чтобы видеть все, что в этой студии происходит, нужно кликнуть на синий кружочек, вот там сверху есть плеер. На сайте своего радио.фм слева онлайн-аудио, справа онлайн-видео, синий кружочек это онлайн-видео. Кликаете и вы в картинке, которую нам представляет планета Ру. Спасибо ей огромное, низкий поклон и благодарность. Там тоже есть чат, в котором также можно отписываться. В общем, рассказал, наверное, все, что касается связи с нами. А теперь, пожалуй, надо бы спеть еще. Ну, для того, чтобы уж успех закрепить, дальше уже будем беседы-беседовать. Ладнушки, напомню еще раз, что сегодня здесь группа под названием Ивашов. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали. Взгляд сдох, шаг в круг, я, ты, взмах рук. Свет мать, пульс, стог, ты, я, ночь, рок. Нет слов, нет фраз, как первый раз. Мы сошли с тобой с ума, бросили оковы и оставили дома, не сказав ни слова. Мы сошли с тобой с ума, и оставили дома, не сказав ни слова. Вкус глуп, пыл страсть, я, ты, нам, мазь, вер вниз, блеск глаз, ты, я, экстаз. Прочь стыд, прочь страх, я, ты, мы, ах, стой крик, взлив, шок, ты, я, ночь, рок. Мы сошли с тобой с ума, бросили оковы и оставили дома, не сказав ни слова. Мы сошли с тобой с ума, бросили оковы и оставили дома, не сказав ни слова. Мы сошли с тобой с ума, бросили оковы и оставили дома, не сказав ни слова. Мы сошли с тобой с ума, мы сошли с тобой с ума, не оставили дома, не сказав ни слова. Замечательно. Спасибо огромное. Ну, теперь нужно приступить уже, собственно, к истории самой группы. Три группы. Три года, ты сказал, коллективу, правильно? Да. Три года. За эти три года успехов, надо сказать, было достаточное количество. Ну, к примеру, участника медийного шоу «Стендап», правильно? Совсем недавно. Что делали там? В середине августа, даже не середина, 8 августа точная дата, нас пригласили после фестиваля «Дикой мяты». Мы очень были рады этому. Вы принимали участие в фестивале «Дикой мяты». Да, мы выступили на главной сцене. «Дикой мяты» на главной сцене. Да, главной сцене. Их было две, они были равносильны. Почерпите, в группе три года. Да, это была действительно большая сцена, их было две, они были равносильны. Мы выступали с прекраснейшими музыкантами на одной сцене, вместе с Ниноко Томадзе, прекраснейшая джазовая певица. И было очень много людей, и, конечно, это был огромнейший праздник для всех, и зрителей, и для нас, самих музыкантов. Вот, и так получилось, что через буквально неделю нам позвонили и пригласили музыкальными гостями выступить в ДНХ, собственно, на мероприятии, которые называются «Стендап камеди». Тема, связанная с шутками, с острыми шутками, иронией и так далее, и так далее. И мы разыгрывали, собственно, три или четыре тысячи даже, если быть точным. Ну и как это, что за ощущение, работать перед тремя или четырьмя тысячами? Да, тысячу так. Прибавил, надо будет навести справки точно. Ну не важно, когда толпа не в то рублей, не в то человек, в то бишь. Да, но их было очень много, и это действительно было здорово. Я думаю, ребят, нам всем понравилось. И это очередной раз опыт, опыт, опыт выступает перед такой аудиторией. Дикой мяты это тоже, я помню, где-то 13 тысяч за три дня, вот статистика была. За три дня фестиваля было 13 тысяч. Подчеркиваю, группе три года, это я так, на всех случаях, для молодых музыкантов сообщил. Да, и при этом погода была просто отвратительная. Если помните, у нас вообще лето не задалось. И конец июня, там сразу проходило несколько фестивалей. По-моему, Малый Ярославец тот же день был, Доброфес был фестиваль, и Дикой мяты. И все это проходило прямо вот в один и тот же день. И всех порадовала, в кавычках, конечно, погода. Но это не помешало, музыка победила. Но музыка всегда побеждает. Конечно. Музыка, она на то и музыка, она душу греет, какая бы ни была погода на улице. Знаю, что ваша песня уже вошла как саундтрек в художественный фильм. Да, в конце 13-го года. Спасибо, папа. Да, фильм «Курьер из рая» с отличнейшим просто помодом всех наших актеров. Куценко, Дюжев, Боярская. Прекрасные имена. И песня вошла в саундтрек фильма, да. Имена прекрасные, правда. Сейчас не о кино. 46-47 — это короткий номер для ваших смс. Сначала свои, пробел, дальше все, что хотели бы сказать группе, имея в виду смс-портал. Как удалось, скажи мне, в данном случае речь о том, что программа «Живые» представляет внимание аудитории не только молодые группы, но и раскрученные имена. С ними всегда интересно общаться на предмет того, как добиться успеха. Теперь вот с вами, вы вроде бы группа молодая, всего три года, а уже успехи есть, причем ощутимые успехи. Как все это произошло? Это дело случая, ты хочешь сказать? Я думаю, нет. Во-первых, я очень сильно люблю музыку, соответственно, очень много желания, старания. А доказать это, доказать не только себе, но и быть услышанным, конечно, это мечта любого артиста. И я не скрываю, и это нескромно прозвучит, спасение утопающих, делаю урок самих утопающих. Я поднимал все это с нуля самостоятельно абсолютно, вкладывался, и в душу вкладывал, и финансово, естественно. Финансово? То есть я выступал полностью как продюсер, саунд-продюсер, аранжировщик. В общем, слишком высокопарно будет звучать слово творец. Ну, в общем, творческий человек, творческая единица, который создал этот проект с нуля самостоятельно. Один человек, и все, и больше никого. Подожди, как никого, а эти люди кто такие? Это мои замечательные друзья. Они влились в коллектив позже. Ты был один? Да, я был абсолютно один. И записывал альбом, который вот сейчас вышел в 2015 году. То есть ты сам играл? Приглашался в сессионных. То есть да, половина, все аранжировки делал самостоятельно. То есть подсказывал партии барабанщику, бас-гитаристу, что писать, как я хочу, чтобы выглядел тот или иной фрагмент музыкальный. То есть полностью все аранжировки были на мне. Музыкальная идея, составляющая, как это должно выглядеть уже в конечном счете. То есть все это делал. То есть начиная от музыкальной концепции, заканчивая даже обложками. То есть как это будет выглядеть, как будет выглядеть готовый продукт. Хочешь делать хорошо, делай сам. Да, вот я с этого и начал. Спасение утопающих, делай рук самих утопающих. Я понял, что единомышленников мне будет найти намного проще, если у меня уже будет действительно какой-то готовый материал. Я не хотел делать демки. Я решил все-таки сразу замахнуться. Я все-таки человек-перфекционист. Я все довожу до логического завершения. Вылизываю, да. Порой это кого-то может бесить, потому что так долго. Потому что затрагивает очень много времени. Бесит, нет, пацаны? Только честно. Бесит, нет? Ну хоть чуть подбешивает немножко. Нет, говорят, нет. И когда я записал этот альбом, описал я его три года, почти как Майкл Джексон, вылизывал свой триллер, прекрасное произведение. Собственно, я нашел единомышленников, залил в сеть альбом, и вот у нас сплотились наши ребятки. И как называется альбом? Альбом пока один. Альбом называется «Спасибо, папа». Это дебют, это дебют, и это, собственно, культурное событие этого года. В марте месяце, в марте месяце вышел альбом дебютный. А культурное событие этого года по чьей версии? Нескромная версия, да. По той же самой нескромной версии. Ну, в общем, для тебя, конечно, событие, это же твой авторский материал, это, понятное дело, что работа, которую ты делал так долго. Да, это три года, поэтому это, правда, очень я рад вам. Вот рецепт успеха, так скажем, да? Да, перфекционизм в данном случае может быть не самое главное явление и не самый главный пунктик, но жажда и желание сделать все хорошо, вот это, мне кажется, очень правильно. Тебе сколько лет, можно выяснить? 28. 28. Начал ты заниматься музыкой сколько лет назад? Очень давно, с 12 лет. То есть с детства? С детства, и на сцене где-то с 15 лет. Меня папа отвел в клуб, Биби Кинг, есть такой блюзовый, культовый клуб, и привел за ручку, с арт-директором поговорил, и все. И у меня сразу было сольных два трека, мне дали выступить, сыграть. Подожди, подожди, а что ты там пел или играл? Я и пел, и играл. Ты с детства на гитаре играешь? С детства играю на гитаре, да. Блюз играли? Блюз, блюз, рок, блюз. Ну покажи, пожалуйста. Просто интересно, как это было в 12 лет. В 12 лет? Ай, брат, спасибо тебе большое еще. Ну, вот так вот вышел мальчик 12-летний на сцену клуба Биби Кинг, да, взял в руки гитару, как вот за... 15-летний. 15, прости, ну прости, извини, не хотел обидеть, конечно. 15 лет это уже все, половозрелый молодой человек. Запилил блюзка, и народ сказал, вау! И что ты ждал тогда еще, извини, сколько получается, еще, получается, еще 11 лет? Я развивался как музыкант, развивался-развивался, собственно, нарабатывал опыт-опыт-опыт, еще раз опыт. И к 20 годам я созрел, пришла мысль такая в голову, посетила меня, что надо делать что-то свое авторское. То есть петь на ангельском, это замечательно, развиваться как музыкант, это очень хорошо, и тем более кавера. Все профессиональные музыканты начинают с каверов, стандартов, то есть джаз, блюз, да, самые известные стандарты. И люди действительно набираются опыта и выступают, джимуют в клубах такой направленности. Я понял, что я уже, наверное, чего-то уже достиг, по крайней мере, я знаю азы, я знаю, как двигаться дальше. И решил двигаться в своем направлении, в авторской музыке. Себя решил найти в авторской музыке. То есть все тексты твои? Да. Ничего чужого не появится? Нет, чужие совсем несколько песен есть. Стихи других авторов, с которыми я знаком, с которыми я сотрудничаю, я просто прочитал, нашел в интернете стихи, понял, что они попали, эти стихи, под мое настроение, и обязательно нужно сделать из этого песню. А сегодня будет что-нибудь из не твоих? Да, как раз, как так, именно следующая песня. Как, да, следующая песня «Потому что лужи». Не удивляйся, у меня интуиция очень сильная. Как называется следующая песня? «Потому что лужи». А чья это? Ну, получается, по правам моя уже. Мы говорим об авторе текста. Сергей Никулин. Но, опять же, песня доведена не просто так, то есть это были голые стихи, то есть абсолютно, и нужно все равно было выделить припев, выделить куплет, добавить четверостиши, чтобы обличить это полностью в песне. То есть ты дорабатывал еще. Да, и голых песен вот таких вот, чтобы это был чужой текст, только моя музыка, таких нет. Все доработаны. Но, чтобы не обижать человека, конечно, на добром слове мы договорились, что авторство останется за этим человеком. Вот и все. Это очень правильный подход. Спасибо тебе большое. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напомню, здесь сегодня группа Ивашов. Погнали. Ранее, ранее. Погнали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Говорить таким вот... Понимаете, о ком я, да? Потом забывается и переходит на нормальный баритон, приятный такой. Потом, а нет, я забыл, я же брутальный мужик. В общем, брутальная группа Ивашов. Какая будет следующая песня от брутального коллектива? Я продаю кеды. Очень брутальная песня, судя по сути. Почему обабки нужны? Как всегда, живой звук в программе живые. Здесь сегодня Ивашов. Погнали. Красная площадь, 9 мая, Праздник великой победы. Прибыль компании преумножая, Я продаю кеды. Там, под Оржевом, в бою судьбоносном, Гибли за родину деды. Есть все размеры, детям и взрослым. Я продаю кеды. Дай, отдавая героям важным, Праздник великой победы. Хочется делать что-то более важное, Чем продавать кеды. Конверсы, Эднис, Найкали, Пума, Курская битва и Керчь. В центре Москвы на Никольской Угума Слышу немецкую речь. Кто-то поет, пишет музыку, песни, Кто-то готовит ракеты. Я не хочу продавать до пенсии Эти вонючие кеды. Дай, отдавая героям важным, Праздник великой победы. Хочется делать что-то более важное, Чем продавать кеды. Дай, отдавая героям важным, В праздник великой победы. Хочется делать что-то более важное, Чем продавать кеды. Дай, отдавая героям важным, В праздник великой победы. Хочется делать что-то более важное, Чем продавать кеды. — Ну, это тоже автобиографическая песня, как я понимаю. Ты же, в общем, человек серьёзный, ты всё вкладываешь из того, что пережил в песне или нет? — В основном, да. — Ты продавал кеды? — Я продавал кеды, да, в студенческое время, заканчивал институт. — Какой? — Государственный университет по землеустройству. — Землеустроительный? — Да, только у меня юридическое образование, но, естественно, всё... — Подарись кончику, ты там... — Там есть факультет юриспруденции, да. — Ты там заканчивал юридический? — Заканчивал юридический факультет Государственный университет по землеустройству. То есть основной там профиль, то есть всё, что связано с землёй в широком смысле, то есть землеруев. В общем, кадастр. Земельный кадастр, городской кадастр, то есть то, что... — Всем это очень сильно нужно и актуально. — Я тебе скажу, это весьма прибыльная работа? — Конечно, да. И... — Работаешь... — Нет, секундочку, подожди. Работаешь по профессии? — Нет. Я решил полностью связать жизнь с музыкой. Я работал по профессии, то есть я получил образование. Была ещё военная кафедра, которую я закончил. То есть у меня второе ещё, получается, воинское звание. — Лейтенант? — Да, лейтенант юстиции, запасом. — Поэтому серьёзно. — Военный юрист. Немножко побывал, поработал слегка в инкомате нашем консульском. Чуть-чуть почислился там и убежал. Смотрел на часы 6 часов. Ещё надо бежать домой. Думаю, ну как-то творчество всё-таки перетягивало. Считывая, что я всё это совмещал, и это было очень сложно делать. Творчество и такая серьёзность. — То есть в любой момент у тебя есть, чем на хлеб заработать, я так полагаю. Ну если вдруг гитара поломается, не дай бог, конечно. Всяко бывает. — Нет. — Чего нет? — Нет. — Всё упрямый, да? — Упрямый. Починю и буду играть. Клёво. Парни, а у кого-то есть из вас нормальное человеческое, не музыкальное образование? Чем вы зарабатываете себе на жизни? Тоже важный момент. Музыка пока что не даёт возможности жить так, как хотелось бы, по-любому. Но рассказывайте, давайте. Кто чем зарабатывает себе на жизнь? Кто начнёт? — Я такая группа юристов. У меня тоже высшее юридическое образование. — Так. И ты тоже не работаешь? — Тоже не работал в специальности, никогда не работал. — А что тогда? Как ты на еду себе зарабатываешь? — А зарабатываю я, работаю в замечательном магазине Мусторг. — Чудесно. — И получилось так, что начал я работать ещё 10 лет назад. Ну не в Мусторге, а в другой музыкальной компании. А была на третьем курсе, собственно. И по окончании института у меня был выбор. Либо идти оба специальности за гроши просто, да? Либо зарабатывать деньги тем, что мне нравится. И там, где уже есть опыт немалый. Вот, собственно, вот так уже 10 лет я так и совмещаю. — Ну вот, по ходу, мы ещё до эфира выяснили, что гитару сыну мы покупали именно у тебя. Ну где-то там, в том магазине. — Да. — Именно в том магазине. Ну, Мусторг, это я помню. Давай колись дальше. Поехали. Мэттенс Кирилл. — Вот как раз после музыкальной школы я планировал поступать в музыкальное училище, но меня отговорили родители. Абсолютно обратная ситуация. И сказали, что на гитарке ты играть сможешь. И так, в своё удовольствие. Я хотел поступать на юридическое, но меня отправили в поварское. — Кого? — В поварское училище, в поварской колледж. — То есть ты повар? — Да, в городе Курске. — Единственный нормальный человек. — Вот. И сначала я упирался, собственно, где мы познакомились с Ильёй. Работал в музыкальном магазине, продавал гитары. Вот. А потом, и, собственно, до сих пор, вот уже 8 лет, я работаю по специальности поваром. И не планирую это бросать, потому что... — Ты работаешь поваром? — Шеф-поваром. — Шеф-повар? — Да, за производством. У нас проект, я понял, у нас проект интернет-сервис по доставке еды, по доставке блюд с рецептами. Я разрабатываю рецепты, каждую неделю новое меню. — Ссылочку дашь? — Без проблем. — Мне прям интересно даже заказывать. — Нужин-ужин мы называемся. — Как? — Нужин-ужин. — И доставка? — Доставка по всей Москве абсолютно бесплатна. Вот. — Хорошо, сделали декламочку. Я сейчас очень попрошу... Подожди, секундочку. А сейчас ты играешь, понимаешь, здесь на гитаре, кто же за тебя готовит, если вдруг... — А у меня штат поваров огромный. — Ах, ты так руководишь. — Конечно. — Я понял, я понял, спасибо. Вон Серёга полез уже, я смотрю, дебальский. Нужин-ужин. Забивает тебе в гаджете. Кстати, сейчас мы поговорим об этом тоже. Артём, это у нас барабанщик коллектива. Чем ты зарабатываешь на жизни? — Да. Так получается, что сейчас я занимаюсь только музыкой. Ну, немножко пошире. То есть я не только играю на барабанах. Иногда в качестве звукооператора или звукорежиссёра что-то пишу в своей небольшой студии. Совсем маленькой. — То есть этим зарабатываешь на жизнь? — Ну да, как бы играю, пишу что-то. У меня также есть среднее строительное образование. То есть я тоже закончил колледж. Но что-то я поработал и решил оставить любовь к архитектуре немножко на другом уровне. — То есть у тебя другая архитектура сейчас? — Да, другая архитектура. — Архитектура барабана. — Да. И в Мусторге мне, кстати, тоже довелось поработать. Потрясающая история. Я работал там три дня. — Как это? Целых три дня? — Целых три. Да. В первый день я, когда пришёл, я увидел огромное количество инструментов, педалек всяких. Всё попробовал. Ну, вроде нормально. Второй день. Ну, скучновато стало на барабанах. Там всё равно не поиграешь. Вот. В третий день прихожу в пустой магазин. Думаю, чёрт возьми, что я здесь делаю? Почему я здесь? Вот. И очень хорошая подруга у меня есть. Она пришла ко мне и говорит, Артём, что-то на тебе нет лица. Наверное, тебе надо отсюда. — Наверное, ты не поел? — Да нет. Поел. В том-то всё и дело. — В общем, ты три дня поработал и сбежал. Теперь зарабатываешь музыкой или окон музыкальным творчеством, скажем так. — Да, музыкой, что с этим связано, какие-то смежные какие-то вещи. — Спасибо. Спасибо, братцы. Это правда любопытно. Ну что, нашёл, Серёг? Сергей Дебальский, звукорежиссёр программы «Живые». Давайте поаплодируем за тот звук, который слышит сейчас наша аудитория. Звук, как всегда, у нас качественный. Спасибо за это сегодня, Серёжа. Нашёл ты? Ну, уже нужен. Заглянул уже. Чё там, всё хорошо? О, да, всё красиво говорит. Ладно, мы потом изучим тоже внимательно. Что дальше будет? Какая будет песня? — «Дети» и «Нета». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Ивашов». Погнали. Полночи сидимы в дисплее, глядимы в контакте. Мир тесен, вокруг интересен. Фейсбук и Ютюб, социальные сети, сети в рабов превращают людей на планете. Мир тесен, вокруг интересен. Поставьте вас в религию, глядимы в коми, глядя и в коми, глядя и в коми. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Понимаешь, в чём проблема-то? Да. И мало того, дача-то далековато. Ну, не очень далековато. В Обнинске, в общем, 88 километров. И там, где у меня домик, в лесу, в общем, дачный участок, там не принимают. Там нет интернета. Очень тяжело. Нужно лезть где-то на третий этаж, то есть искать, искать вот так вот. Ловить этот интернет сам. Я этим просто не занимаюсь. Я просто отдыхаю. Собственно, чищу. Чакры. Чакры? В лесу? Да. В лес, конечно, грибы. Илья Тиняков пишет. У нас есть выработанная своя матерная терминология, ругательная в эфире радиостанции. Он пишет вот что. Жёванный крот, щука-брат. Как же сегодня они потрясающе играют. Вот, Илья, мне интересно, сегодня. Это что вы имеете в виду? Илья, судя по всему, знает, как вы раньше играли. Поэтому подчёркиваю, что сегодня они играют потрясающе. Просто очень любопытно, что имелось в виду. Вот почему-то сейчас вспомнилось про Владимира Золотухина. Но к чему бы Светлана Коваленко. Есть такая группа «Кардиобит». В прошлом группа «Казахстанская» из Ломаты. Уже давно они живут в Москве. Воу Золотухин. Человек тоже с роскошным совершенно вокалом. Уж не знаю, почему Светлане о нем вдруг вспомнился именно сейчас. Может, потому что мы в автобусе просто вместе ехали. Куда? На фестиваль. А, вот так. Ну, то есть вы знакомы. Ты знаешь, о ком речь. Ну, да, мы просто... Я не знал, но мы познакомились в автобусе с музыкантами этой группы. Поэтому я имею представление, что это за группа. С Вова не познакомился? Нет. Понятно. По-моему, он спал или... А, в этом смысле? Или ушёл в себя. Я не знаю. Да, я лично с ним не знаком. Он мог уйти в себя? Ну, мы пересекались в любом случае, потому что выступали на одной сцене. Круто. Скажи, пожалуйста, сколько по времени будет та песня, которую мы сейчас закроем? Ну, так, навскидку. Минуты три? Примерно. То есть антракт у нас. Ну, конечно, у нас будет антракт, у нас будет пауза. Небольшая минута на пять-шесть. Да, три минуты как раз. После которой вернёмся к эфиру снова. Это, может быть, тем, кто нас слушает сегодня в первый раз. Просто хотелось бы закончить час песни. У нас ещё есть с вами некоторое время, поэтому потолкуем так, чтобы красивенько закончить час. 4647 — это короткий номер для СМС. К ваших сначала свои пробелы, а дальше уже всё, что хотели бы адресовать музыкантам. Вот, например, Юлия Усова что пишет. До эфира успела что-то послушать. Вот спасибо, папа, например. Потом с этой песней эфир начали. Эта песня мне не очень понравилась. Вокал, в частности, может, просто непривычно. А вот следующие песни показались уже интереснее. Энергетикой зацепильной. Начала прислушиваться инструментал классный. И вокал, и слова не без юмора, пишет Юлия Усова. Высказывая своё мнение. Поэтому Руслан Ильинов, например, на зло себе дослушаю до конца. Буду мучиться, но дослушаю. Пора бросать старпёрскую привычку, искать смысл в каждом тексте песен. Руслан, ну а по мне так смысл-то есть его. Просто, может быть, вы... Нет, правда, когда человек уже, может быть, отошёл от всякого рода таких традиций и привычек, имея в виду осовременивание своей жизни, и живёт, как ты говоришь, в лесу, чище себе чакры постоянно. А ты тут про Фейсбуки, про Инеты и так далее. Ну какой смысл тогда в этой песне? А кеды продавать? Ну какой смысл в этой песне? Ну о чём песне? Ну, продаю я кеды, и чё? Ну человек, если задумается, он поймёт, что, в общем, речь не о кедах на самом деле. Совершенно не об этом. Там совсем о другом. Я сейчас просто Илье пытаюсь так мягко объяснить, что он, футбол, сейчас не прав. Да, более глубокий смысл в этом. В общем, не всегда, когда человек говорит чёрное, он имеет в виду ночь. Возможно, там несколько другие смыслы и подтекст, которые, возможно, нужно выискать. Ещё моментик тоже важный. Концерты есть? Концерт был недавно. Сейчас у нас в Москве был концерт, поэтому будет, естественно, небольшая пауза, то есть где-то месяца два будет перерыв, чтобы отдохнули, публика соскучилась. Мы отдохнули, и они тоже, в прямом смысле, от нас. И снова-снова пришли к нам на концерт. Мы ещё точно не забили, точной даты нет, но это будет в первой половине декабря в Москве концерт. И планируем выбраться и в другие города, Санкт-Петербург в частности. То есть вы работаете с людьми, которые вас возят? Или сами? Или сами? Я всем этим занимался самостоятельно, и это нормально, потому что это нужно. В первую очередь мне, это нужно ребятам, поэтому мы это делаем сами. Ну, с недавних времён, недавнего времени, появился человек-единомышленник ещё, администратор. Я надеюсь, он станет уже полноправным участником коллектива. Это же тоже можно отнести. Конечно, обязательно. Вот, и дальше больше. В общем, мы будем больше-больше колесить по матушке родине, и будем радовать своей музыкой. Ну, хотелось бы, чтобы вы и колесили больше, и радовали публику в огромном количестве. Хотелось бы вам этого пожелать, конечно. Но администратор — очень важная часть коллектива, очень важный, обязательный элемент. Мне кажется, если человек не лезет в творчество, а занимается исключительно раскруткой и продвижением коллектива, то дай ему Бог здоровья, сил, эмоций и креатива, и таланта, для того, чтобы вас продвигать. — Продюсера нет, Семен Булача. — А и не надо. — А вот и не надо. — Хорошо, продюсер вычеркивает. — Вот жалко, не познакомился в автобусе с Вовой Золотухиным, который дошел до четверти или полуфинала, где-то, а, до финала дошел, да, на большой сцене он где-то там, или главная сцена, как это назывался, когда он мог сказать, что теперь ты выходишь в финал, поэтому выбирай продюсера, он сказал «До свидания!» и ушел. И был прав. — Смотри, да, смотри, какие условия. — И был прав. — Если паритетные были бы, да. — Условия у продюсеров — несмешимые тапочки, или как красные кеды, которые там. Условия у продюсеров одни. Ты должен выполнять все их требования и жить той жизнью, которую тебе продюсер предложит жить. Нравится тебе, не нравится, пять лет контракта подписал, и будь здоров, пойть только то, что я тебе сказал. Ну, может быть, для кого-то это и хорошо, но, с другой стороны, мне кажется, если человек творческий, и тебе уже не 17 лет, а есть некое понимание музыки и собственного я, то лучше без продюсера можно, в общем, обойтись. Если продюсер не является твоим близким другом, который тебе не мешает, а помогает. Вот это сложно. — Я подразумевал, на самом деле, о рок-лейблее. То есть, по крайней мере, те люди, нужные люди, которым это могло бы понравиться. — А, ты об этом? — И те люди, да, которые были бы, ну, может быть, даже и менсонатами. — Если ты говоришь о лейбле, то это не речь о продюсере. Окей. — Да, да. — Ты так смотрел в мои глаза сейчас, я понял, о чем ты. Я понял, значит, есть смысл с кем-то переговорить на твой предмет. Окей. — Мне тоже много раз намекать не надо, я уже все понял. Пой давай. — По глазам, да, я читал. — И по глазам читал. — Ясно. — Как вы это делаете? Потому что уже то же самое было. — Ну, просто на самом деле, все интуиция. Есть, во-первых, интуиция, есть, во-вторых, понимание творческих процессов, которые в людях живут. Как называется песня? — Так, песня называется «Лететь». Философская. — Надеюсь. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня Ивашов. После этой песни мы уйдем на небольшую паузу, потом вернемся еще целый час. Программа «Погнали». Как летают птицы, я не знаю. Провода сплошные, провода. И стоят опутаны узлами Словно паутины города. Мы, как птицы, соберемся в стаи, Чтоб одиночке не пропасть. Только я по-прежнему не знаю, Как взлетев однажды, не упасть. Лететь, лететь до самого конца. Лететь, лететь и не терять лица. Сами мы подчас Не понимаем Нет возврата в прошлое, когда Словно крылья мы Судьбу ломаем Мы, как птицы, соберемся в стаи, Чтоб одиночке не пропасть. Только я по-прежнему не знаю, Как взлетев однажды, не упасть. Лететь, лететь до самого конца. Лететь, лететь и не терять лица. Не запутаться во лжи слащавой, Не запачкай душу, тереть слом У порога самого начала Оступившись, сохранить лицо У-у-у-у, о-у-у У-у-у-у, о-у-у-у О-у-у-у До самого конца Лететь, лететь И не терять лица Лететь Ну что, господа хорошие и дамы, давайте-ка мы двинемся дальше. Напомню, сегодня здесь коллектив под названием Ивашов. Группа, на наш взгляд, весьма любопытная. Если вы слушаете программу с самого начала, то несколько, ну, на мой взгляд, вполне себе хитовых песен вы уже услышали. Посмотрим дальше, как будет складываться событие. Пауза была долгая, поэтому надо бы, наверное, начать сейчас сразу с песни. Что это будет за песня, скажи мне, как называется? Она любила свой айфон. Опять? А наболевшим? Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня Ивашов. Поехали. Заново давай. Называется «Оддохнули». Она любила новый свой айфон, Порше Каен и на Майами Виллу. Любила Гуччи и Виттона, и никого по сути не любила. Она считала, что ее успех, Богатства данные немногим, Ей позволяла, наплевав на всех, Из клуба пьяны мчаться по дороге. Субтитры создавал DimaTorzok 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 самый до катализатор который является вот да именно вода вот часто у меня ни одна песня была написана когда вот мы посуду просто мыл руки через воду как то все это передается я бежал в комнату брал гитару наигрывал мелодию после этого сразу какие-то появлялись строчки послушай тебе нужно вот что выяснить я не понимал правда эта связь реально была с вами но не один раз мысли пришла мне вот какая ты давно живешь это в одной квартире все происходит в одной квартире вода на самом деле источник информации да ты знал когда говорят заряжают воду это не шутка реально в воду можно заложить массу информации информация передается человек на 80 процентов состоит из воды посему вся эта информация попадает человек очень может быть что где-то рядом с тобой этажом выше двумя этажами выше не знаю кто то живет какой-нибудь высокий ум философ мало ли человек с которым было бы всегда интересно пообщаться и эмоционально я сейчас не шучу сейчас даже без иронии об этом говорю уж трудно предположить что такой человек работает на водозаборной станции на скорее всего где-то проживает рядышком и поэтому через воду возможно такие вещи и передаются вполне себе сейчас конечно я начну закидывать всякими на грязными тапочками крича мне что это чушь собачья но поверьте мне я этой теме в свое время уделил много времени за тавтологию простите много внимания как раз изучению воды и влияние воды на организм человека на человеческие ощущения эмоции и передачу информации правда поэтому кто знает проверить в достаточно просто на самом деле не то чтобы переехать а может быть пожить какое-то время в другом месте и мыть посуду там и посмотреть будет ли приходить то же самое стоит вот то же самое происходить с тобой там в отличие от того как происходит дом вот и убедишься возможно насколько это все справедливо послушай далеко не все группы через три года существования в состоянии по профессиональным каким-то причинам возможно по организационным уж не знаю давать концерты на большую аудитории так сказать не все вам это удается я смотрю фестивали есть уже такие немаленькие да и даже в том году в этом дикая мята да уже и песня как саундтрек прозвучало в фильме уже и в стендапе мы не приняли участие как-то мы в начале об этом говорили само собой естественно я ответ уже получил это трудолюбие желание жажда и и профессионализм естественно а если вдруг ну предположим если вдруг тут вот фу чтобы этого не было сейчас вот поймите правильно если вдруг эта востребованность которая есть уже сейчас завтра раз и исчезнет ну мало ли всяко бывает чего делать больше продолжать делать свое любимое дело то есть тебя это не заставит опустить руки сказать да что ж такое вот так все было хорошо хорошо а тут тебе вот раз и ничего нет никуда не зовут на концерт не приходят я думаю что ходить будут если думаю все также будем работать как сейчас еще лучше будем работать естественно покурпиночки покурпиночки то есть не та очень тяжело на самом деле безумно тяжело учитывая что двигаюсь самостоятельно мы все делаем как просто через социальную сеть выложили песню и просим друзей репост перепоста как это все делают начинающие группы и так делают и не начинающие групп социальная сеть реально сейчас самый движущие движущий способ продвинуть свою музыку в массы и мы собственно не исключение продвигаем музыку именно таким образом популяризируемые то есть через интернет исключительно через интернет да вот есть площадки то есть можно скачать альбом сейчас на google play на itunes и послушать на яндекс музыка то есть все это доступно и это все служит для того чтобы скорее на данном даже этапе не заработать кучу денег она пристела до приобрести аудиторию планомерно работать это очень действительно очень трудоемкий сложный процесс который занимает год два-три и и десять лет рок-н-ролльной группы да мы знаем что намного пути у них дольше труднее как раз 10 лет должно пройти до 8-10 да такой вопрос и что мы будем делать то есть я же понимаю что мы не наденем костюм петушков и поменяем полностью концепцию и будем петь все петушку я просто представил то есть взять и взять и взять и сразу поменять просто кардинально кардинально что то то есть я понимаю что раз мы это делали изначально шли 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 значит мы будем продолжать гнуть свою линию и делать то что нам нравится вот слушай кавера вы играете просто интересно если вы это делаете то как это звучит кавера не честно не играем мы все это в крови все это осталось нет нет я сейчас я имею ввиду кавера не именно не для того чтобы заработать переработки какие-то известных песен чужих просто добавить даже в программу то есть как-то разбавить иногда это бывает очень успешно и аудитории надо сделать это очень любит когда они слышат старые известные песни там того же цоя не знаю там того же бутусов свой интерпретарь чужой да и как-то так вдруг народ сразу подпрыгивает ухты как это интересно звучит потому что песню знает это так подсказка это хорошая кстати на юриуса вот что пишет я поняла что над первыми песнями артем вашов работал самостоятельно а теперь когда есть группа есть единомышленники новые то песни создаются всеми вместе или артем уже привык к диктатуре извините если прослушала на начале эфира вроде бы про это не говорили собственно ну если честно парни загрустили не загрустили абсолютно ребята на репетиции потому что новый материал появляется то есть мы же не можем играть 11 песен которые на пластинке то есть я их записал аранжировал да вот есть один из песен ну которые знают уже масса людей да потому что обнародовали альбом мы играем на концертах естественно больше песен чтобы это был полноценный сольный концерт нам нужно ну полтора часа времени ну час скажем час минимум соответственно час это значит минимум 15 песен соответственно плюс к одиннадцатими с 11 песнем песням с альбома нужны еще какие-то интересные треки чтобы это было интересно и слушателям которые приходят зрителям что-то новенькое действительно то есть нужно как-то действительно работать с аудиторией заманивать их в прямом смысле вот людям нравятся новые песни то есть они уже ждут новые записи новые синглы вот вот эти новые самые песни когда влились коллектив ребята уже то есть мы начали совместно аранжироваться то есть работать их работой конечно каждый вносит свою лепту потому что каждый играет владеет прекрасно своим инструментом и нет такой жесткий диктатура у меня вот вот прям так и только так естественно все у нас на паритетных условиях хорошо вот я прочитаю сообщение от влада шакина а затем будем песни петь добрый вечер вот тот самый случай пишет он это его точка зрения когда группа цепляет не с первой песни но теперь прислушавшись распробовал цинично со вкусом правда вокал мне не импонирует на это уже мое личное мнение очень хорошо что мы коснулись темы вокала на самом деле мы говорили об этом в паузе не даже соврать буквально вот несколько минут назад еще перед тем как вышли во вторую часть программы вокал у артема необычный вот это хрипотца которая присутствует легкая такой флер легкий легкий шум как бы да голос не совсем чистая с легким таким шумком в этом-то и есть фишка на самом деле просто это непривычно и люди привыкли чаще всего относиться к вокалу как инструменту который звучит чисто но есть же гранжевые гитары которые звучат слегка грязновато но будем считать что и вашего такой вот пришумленный грязноватый в хорошем смысле в кавычках тембур голоса в этом между прочим цимус хороший в этом между прочим есть очень хорошая штука штуковина очень хорошая зацепка на мой взгляд когда вы но сейчас к аудитории тоже обращаюсь когда вы отложите стереотипы в сторону когда вы перестанете стереотип стереотипизировать голоса и вокальные партии вы поймете что за этим очень много по мне так очень даже много любопытного но это тебе небольшой комплимент давай пить чего это будет дальше то низкобюджетную любовь готов песня низкобюджетную любовь а почему должен был быть готов волков конкретно к этой песне это очень ответственно для него сложная партия сложная партия сейчас послушайте может быть вам понравится эта песня именно тема интересная тема театра и режиссуры театральные все узнает спасибо как всегда живой звук в программе живые здесь сегодня и вашов погнали мир театра может клуб но это мелочь не так ли мы вновь участвуем в спектакле а наш продюсер очень скуп одели нас в цветную рвань звучат фальшиво диалоги в зале зрителей немного зачем мы ставим эту дрянь эти дрянь в весной бюджетная любовь на фоне плоских декорации Субтитры создавал DimaTorzok 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 Забывший ей порядок слов Дима Торзок 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 И эту базу никуда не деть, она помогает в жизни. Вот что мне, правда, любопытно стало. Вы играете музыку, которая... Ну, я не делю музыку никогда на жанры, это совершенно очевидно, либо хорошая, либо плохая. У вас музыка хорошая, вопрос в другом. Вы играете музыку, которая стоит несколько посередки между, скажем, роком, таким вот прям роком, и поп-музыкой, да, по своей жанровости, по своей стилистике, по звуку, по звучанию. Она как бы ни к тому берегу, ни к этому берегу. — Я бы сказал эклектика. То есть там даже не просто смешение двух, больше. — Есть некая, да, есть некая эклектика. — Там есть соул, блюз, всё это очень рядом, всё это смежно, на самом деле. — Эклектично в хорошем смысле. Это эклектично, согласен я с этим. — Но музыка должна быть и мелодичной. — Это правда. Она мелодичная. Я немножко не об этом. Я сейчас вот к чему мысль правильно сформулирую. Я понимаю, о чём хочу спросить, но надо спросить вежливо, интеллигентно, чтобы никто не подумал, что я пытаюсь троллить. — Мы поп или рок? — Не-не-не, боже упаси, об этом я спрашивать не буду, это решат критики. Вопрос не в этом. Три года, да, за эти три года что-то происходило. Ну, наверное, какое-то движение было, вы же не стояли на месте, вы как-то двигались. Вот мне интересно, то, что вы играете сейчас, это легче или тяжелее того, что было в самом начале? Я хочу просто понять динамику развития. — Мне кажется, во-первых, динамика, главное, что развитие есть, это видно, это налицо. Это видно просто по людям, которые приходят на консервы. — Да, я все три года смотрю за вашим развитием, конечно, не видно. — Аудитория действительно, она расширяется не так быстро, так здорово, как хотелось бы. Здесь же много инструментов должно быть для этого, в первую очередь, и финансовый инструмент. Чтобы это просто быстрее было, чтобы это был действительно толчок, ого-го какой. Вот. Я уже потерял мысль. Немного. — Хорошо, я еще раз перезадам вопрос, не издалека, а напрямую. Вот то, что ты играл, то, что ты играл один, а потом с коллективом, изначально было ближе к поп-музыке или к року? То есть куда вы идете сейчас по звучанию? Утяжеляетесь, либо облегчаетесь? — В том-то и дело, что вот как было, так и есть, эклектика эта продолжается, потому что очень много нравится музыке, мне лично. И все, я это пытаюсь ужить вместе. Для чего я это делаю? Потому что считаю, что, ну, это некая моя фишка. То есть я специально сознательно это делаю, чтобы это нравилось в хорошем смысле. И, ну, массе людей, не побоюсь это сказать, то есть и девочкам, и мальчикам, и женщинам, и мужчинам, и бабушкам, и дедушкам, всем. Понятно, что угодить невозможно каждому. — Нет, вот это безусловно. — Да, ну, в любом случае я делаю то, что мне нравится, и я не хочу очень строго разделять рок-музыка, поп-музыка, блюз-музыка. — Ну, это правильно. — На мой взгляд, это правильный подход. Ладно, я тогда объясню, почему я потом спрашивал. Мне, как человеку, который связан с музыкой, с музыкантами, с развитием музыки в том числе, тоже нескромно скажу, в данном случае, без всяких там экилоков, к развитию российской музыки тоже некое отношение имеет радиостанции, я лично в том числе. Я просто хотелось бы понять, просчитать, что ли, немножко наперёд, куда будет двигаться Ивашов дальше. Потому что, зная, как развивались коллективы, разные коллективы на музыкальной, хоть Олимпе, на музыкальной сцене российской, я примерно понимаю, в какую сторону это будет идти, в какую сторону это нужно, где нужно педальки нажимать. — Ну, если ты говоришь, что всё это три года назад было таким же, как и сейчас, педальки на барабане, да, я понял, да, Волков-то сразу на себя внимание отделил, да, барабанная, говорит, педалька. Ну, правильно, правильно. Хотелось бы просто понимать, в какую сторону ты сказал в прошлом части, хотелось бы какие-то лейблы подключить, да, хотелось бы кого-то. — Вот мне интересно, кого подключать. — В широком смысле, Семён, это всё-таки... — То есть, условно говоря, кому тебе предлагать больше, навигатору или союзу? — Это рок-музыка, потому что она с детства привил мне музыку эту отец, то есть блюз, рок, качественная музыка, вот, вот эта нива, на которой хотелось бы в дальнейшем выезжать. — Давай будем выезжать дальше, когда будет песня сейчас. — Так, у меня тут трек-лист специально для нашего мероприятия. — Удивительно. Ты первая группа, которая себе, да, рисует трек-лист. Удивительный человек. — Да, я не группа, я человек. — Нет, я говорю, ты же группа-человек, ты же Ивашов, и группа Ивашов. — Да. — Ну что, ребят, женщину-препод сыграем? — Давайте. — Бесня очень смешная. — Грустно, сказал он. Как всегда, живой звук в программе «Живые» Ивашов здесь сегодня. Погнали. — Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чуть-чуть по Фрейду Перевел немножко на немецкий лад И сделал из английской преподавательницы английского языка Ну, чтобы не узнавала о себе Преподаватель немецкого языка, да Ну, чтобы не было каких-то прямых ассоциаций Да, стиш, фантастиш Я-я, надёж Ну, в общем, вот так и вышла вот такая вот шуточная песня Ну, в общем, как тебе сказать, значит, шуточная? Ты сейчас пел песню, а я тоже вспоминал целый ряд Каких-то там своих эмоций, связанных с учителями Но, правда, у меня не было там влюблённости какой-то У нас были другие отношения Как сейчас помню Валентину Порфирьевну Всю жизнь буду вспоминать эту учительницу по физике Терпеть не мог физику Терпеть не мог физику, химию, все эти точные науки Я гуманитарий, извините за слово Матерное почти в эфире Все Гуманитарий, да А тут, понимаешь, физика, химия Но Валентина Порфирьевна удивительной была педагог Она, не знаю, она ли придумала эту технологию, методику или не Она где-то подсмотрела Мы всякий раз приходили на занятия На урок, она говорила, всё, значит, отложили в сторону Всё в портфелях, ничего не достаем Только листик и ручку На доске она рисовала некую схему Допустим, тема урока какая-то посвящена чему-то конкретному И вся эта тема, весь этот урок нарисован в формулах В крестиках, квадратиках, человечках, там, стрелочках Куда-чего пошло Ну, как бы, да, вот броуновское движение Всё это нарисовываете Перерисовываете себя, переписываете На это уходит 15 минут, все себе это нарисовали Дальше она закрывает всю эту доску Говорит так, ну, а теперь стирает всё это с доски Вызывает кого-то, кто будет рисовать на доске Вчерашнюю, которая на прошлом занятии была схема Вот всё, что на прошлом занятии мы писали Надо прийти на доску и по памяти восстановить Я вам так скажу С одной стороны, казалось бы, чушь Ну, потому что всё равно ничего не понимаешь Ну, пишешь что-то там, рисуешь Какие-то квадратики, крестики, кружочки Я после школы пять лет физику помнил Я её терпеть не... Я помнил, я мог поступать на физмат Пять лет я помнил всё, что она нам давала Понимаешь, насколько удивительная была эта метода Мы ненавидели, а пропускать было нельзя Потому что тут же стучало Директор стучал И зрительная память в том числе Да, и всё развивалось Так вот, у тебя, видишь, эмоции со школой Немножко другие Да, хорошие воспоминания Да, немножко другие Но у меня тоже хорошие Не все, правда, но немножко хорошие Скажи, пожалуйста, что касается воспоминаний И вообще эмоций Ты человек эмоциональный? Я думаю, да Не-не-не, ты думаешь, да, или эмоциональный? Эмоциональный Сильно? Смотря в какой ситуации Нет, по мне, да Ты по мне можешь взорваться В какой ситуации, смотря? Ты можешь легко взорваться в какой-то момент Вот так раз и взорваться Послать кого-нибудь на В Могу А как ты борешься с этим? Или борешься ли вообще? Тяжело, конечно Я думаю, что каждому человеку Каждому может взорваться в какой-то момент Если его очень здорово поддеть Нет, ну по-разному Кто-то взрывается сам с собой Пошел в соседнюю комнату Не знаю, в стенку постучал А кто-то взрывается и выплескивает Это на людей На близких людей Ну, я на близких Не выплескиваю Скорее в такой ситуации Я себя веду как интроверт Закрываюсь Ага, ухожу в себя Но и страдаю из-за этого Почему? Ну, потому что, собственно Все в себе держу А вот потом, через какое-то время Возможно, отыграюсь в каком-то Знаешь, почему мужики меньше живут, чем женщины? Потому что мы занимаемся Именно вот этой самой ронды Сами в себе все это держим Выплескивать надо нафиг Хватит держать это в себе Нужно выплескивать Надо давать себе возможность выплеска Женщина поревела Пошла там, не знаю Сейчас вообще к женщинам Да, она эмоции свои И все как И полегчало Можик все это держит в себе Потом сидеет все Начиная с головы, заканчивая Да Вот, понимаешь Надо к мануальчику ходить Кому? К мануальчику Ты думаешь, помогает? Ну, да, в принципе Энергию свою дает человек А, ты об этом? Хороший смысл Да, по-моему, надо просто эмоциями делиться Нельзя их скрывать У меня позвоночник просто немного болит А, в этом смысле Тогда тебе надо Тогда тебе надо к мануальчику Обязательно Просто эмоции Почему я спросил об эмоциях сейчас? Есть ощущение Ну, пацаны-то они вынуждены Они же сидят И каждый идет в своей партии А есть ощущение, что ты свои эмоции сдерживаешь Вот уже сколько? Час сорок мы общаемся Есть ощущение, что ты старательно сдерживаешь свои эмоции Не позволяешь им выплеснуться окончательно и основательно Но это же неплохо Почему? Как сказать? По мне так наоборот было бы хорошо Если бы ты позволял Совсем был открыт Расслабляться Позволял бы расслабляться Потому что я вижу, что это искусственная попытка Ты искусственно пытаешься себя сдерживать Либо это твой характер Это не попытка Я бы сказал, я скорее аккуратничаю То есть я вот Боишься сорваться, что ли? Типа 12+, все такое? Да, наверное Тогда спасибо Если в этом проблема, тогда спасибо Чего дальше поем-то? Так, что мы поем? Я писал собственной рукой, саморучно Не жалею песню Хорошо Как всегда Позитив С грустным лицом В программе «Живые» здесь сегодня и вашу Поехали Ты был веселым, стал угрюм С утра рассолом Лечит шум Ты режешь крикам тишину Вздаешь ее, ее одно История любви Осталась позади Ветхи о ней Не жалей Не бросай сил в омут В пустоту Ветхи скорей С души кричать Гони скорей Чтобы увидеть стол мира Красоту Ветхи о ней Ты не заходишь В интернет Забыл какой В айфоне пин Как рак отшельник Ты один История любви осталась позади Ты и о ней, не жалей Не бросай сегодня в пустоту Ты и скорей, из души печаль гони скорее Чтобы увидеть в сном мира красоту Ты и о ней, па-па-па Тебе сегодня тяжело, турманит голову вино И дождь стучит в твое окно Наступит завтра ясный день Открыть на встречу солнцу дверь Все будет хорошо, поверь, поверь Ты и о ней, не жалей Не бросай сегодня в пустоту Ты и скорей, из души печаль гони скорее Чтобы увидеть в сном мира красоту Ты и о ней, не жалей Не бросай сегодня в пустоту Ты и скорей, из души печаль гони скорее Чтобы увидеть в сном мира красоту Ты и о ней, па-па-па Тоже песни из жизни Как я понимаю, народ пишет Слушка, вот человек спрашивает А каково же ему, но это уже вопрос тебе С таким-то основательным, подходным В творческом сумбуре живется Ну правда, как жизнь кипит действием Ну подожди, подожди Тему не переводить В сумбуре Просто творческая жизнь Ну как бы жизнь творческого человека Жизнь музыканта Это жизнь, которая не поддается каким-либо законам Ее невозможно уравновесить и узаконить Ее невозможно сделать, ну что называется Математически выверенной Это совершенно понятно эмоции Это понятно какие-то сбои, взлеты Падения, развития человека Особенно творческого Это постоянный то взлет, то подъем, то падение И так далее Я бы назвал это даже импровизация Творческая Это тоже А ты такой вот основательный Ты смотришь на себя и на окружающее пространство Весьма так Не математически, а как бы выверенно Анализируем Каково оно? Как это сочетание? То есть как тебе удается выживать? Как и всем людям в России По-разному Людям в России по-разному удается Да, слово выживать Вот это интересное слово Я сейчас творчески выживаю Зацепился, да Я творчески Собственно Подхожу к этому Логически, поэтапно Анализируя все Что окружает меня каждый день Живу, собственно, музыкой И пытаюсь это продвинуть Не только с точки зрения Написания песен И выкладывания это в интернет Собственно Нужны деньги Чтобы самостоятельно Раскручивать Коллектив Творчества То есть реклама Соответственно Нужны вот эти инструменты Чтобы продвинуть свое творчество И с финансовой точки зрения Поэтому приходится работать Еще где-то И на самом деле Это, конечно же, удручает Потому что, конечно же, хочется заниматься Только музыкой Зарабатывать деньги Только любимым делом Но приходится раздваиваться Расстраиваться Расстраиваться приходится, да Потому что ты занимаешься Помимо музыки Еще другим делом И это правда Это отнимает Не просто отнимает время, да Понятно, что это очень философская тема Каждый хочет заниматься Своим любимым делом в жизни Вот Но Ты просто очень много Ты выходишь просто Русским языком Простым Ты приходишь выжатый Как лимон, да Домой И Тебе порой уже ничего не хочется Тебе уже не приходят Строчки в голову Не посещают Никакие мысли Тебе просто хочется Уткнуться носом в подушку А хочется творить Хочется больше посвящать Времени музыке Не покидает меня мысль Десять минут осталось До конца эфира Понимаешь Кошмар какой Да кошмар Разговариваю с тобой Смотрю я на тебя И не покидает меня Все время Одна ассоциация Собственно Почему был он и есть В свое время были коллегами Диджей Астап Есть такой Замечательный человек Работали мы с ним В свое время На радиостанции Одной вместе Не в Москве, правда Потом он Стал заниматься Многими какими-то Око-музыкальными делами Безмерно и безумно На него похож Вот просто одно лицо Если хочешь Забей его там Погугленный Наверняка найдешь Диджей Астап Все просто и понятно Вот одна Абсолютно одна Даже мимика одна Такое ощущение Что я вернулся Лет на 15-20 назад Значит Алена Рукасуева Пишет вот что Ах как хорошо с вами Не оторваться Но надо 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 Уговаривает она себя Через 4 часа Уже подъем Люблю вас всех Всем-всем До завтра Низкий поклон Группе Ивашов Ну и нам Она говорит Спасибо Спокойной ночи Вот из Сибири Это сообщение Пришло Там совсем Другой Хотел сказать Климат Другое время Другой часовой пояс Ну и климат Тоже естественный Сегодня у вас эфир Получился Он скоро закончится К сожалению На очень большую аудиторию И нам бы очень хотелось Чтобы эта большая аудитория Зацепилась за название Ивашов Зацепилась за вашу песню За вашу музыку И сделала вашу жизнь Тоже немножечко Счастливее И чуточку богаче Ну потому что Когда людей больше Приходят на концерты Само собой Группы получают Немножко больше За свою работу Сколько там еще песен У тебя заготовлено По идее Вот у нас как раз таки Две песни Мы успеем за 10 минут Конечно Ну если они у тебя Не по 6 минут То мы не успеваем А если они короче Как у вас все песни В общем достаточно недлинные То я думаю Что стоит спеть сейчас И потом посмотрим Сколько остается на последнее Ладно? Главное спеть Спеть последнее Безусловно Я уже понял Уже даже можешь не говорить Как называется Та которая будет сейчас? Я устал Вовремя Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Ивашов Поехали Я устал от глупых ссор От пустых ненужных слов От свалившихся невзгод От бесчисленных забот Я устал того дышать За двоих всегда решать Кучу мелочных проблем И мучительных делян И мучитель делян Шла бы ты прочь Шла бы ты лесом Долгая ночь Дыма завеса Глянет рассвет День разгорится Новый сюжет Новые лица Я устал переживать Психовать И ревновать Я захлопнул К сердцу дверь Просто я устал Поверь Я устал терпеть Обман Твой очередной роман Видимо предел настал Ты достала Я устал Ты достала Я устал Шла бы ты прочь Шла бы ты лесом Долгая ночь Дыма завеса Глянет рассвет День разгорится Новый сюжет Новые лица Новые лица Новые лица Новые лица Шла бы ты прочь Шла бы ты лесом Долгая ночь Долгая ночь Дыма завеса Глянет рассвет День разгорится Новый сюжет Новые лица Шла бы ты прочь 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 Шла бы ты прочь Прочь День разгорится День разгорится Новый сюжет Новые лица Новые лица Новые лица Ну, как я понимаю, нам нужно сразу переходить к последней песне, потому как, глядя на часы, я уже точно знаю, что ты никак не выучил пока еще продолжительность своих песен, сказал в том части, что три минуты, а звучала она пять, верить тебе в этом плане нельзя, поэтому надо, видимо, уже прощаться и заканчивать. Завтра в программе «Живые» будет удивительно для вас, надеюсь, для многих знакомство, Инна Пиворс в программе «Живые», а сегодня Ивашов заканчивает свою музыкальную программу. Какой песней? Блюзовый кот Ну, и мы прощаемся до завтра, будьте здоровы, запомните, пожалуйста, это имя, Ивашов. Всем пока, до завтра. Блюзовый кот Блюзовый кот Блюзовый кот Блюзовый кот Блюзовый кот Кот-кот-кот-кот-кот-кот Блюзовый кот Блюзовый кот Блюзовый кот Блюзовый кот Блюзовый кот